Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Ну что, посмотрим, какая камера лучше снимает. Вот это вот Sony, я думаю, у неё матрица побольше, поэтому она должна вообще лучше снимать. Она приближает, удаляет, снимает также в HD. Вот это маленькая Sony, экшн-камера, она может смотреть в 4К, но у неё матрица поменьше. Есть стабилизатор, в этом тоже стабилизатор. Ну посмотрим, как они снимают, потом вы выскажите своё мнение. Итак, видосик посвящён всё той же теме водного обмена, но под несколько иным углом. А именно, вот как мы воспринимаем информацию. И каждый, оказывается, человек совершенно по-разному берёт эту информацию. Вот совершенно по-разному. Я хочу вам продемонстрировать, как я беру информацию. Я уже демонстрировал, но думаю ещё разок повторить. Вот пользователь побудил меня к тому, чтобы я ещё подошёл к вам со стороны сознания. Как работает сознание, как работает ум, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Как делать для себя какие-то выводы, следуя которым вы начнёте уже заниматься. Итак, кровь густая, почему и что делать? И вот пользователь пишет. Так вы же говорили, что пожилом бесполезно пить, всё равно в остатке будет 50. Вот будет 50 и всё, в остатке. Хотя я сказал, в любом случае, в любом случае пить или не пить, вы ориентируетесь по собственному чувству жажды, хочется вам пить или не хочется. И далее ещё вы смотрите, какая у вас моча. Концентрированная или нет. Если она будет у вас постоянно концентрированная, то это ведёт к тому, что появятся камни мочевом или в почках. Так, два параметра я. А так вообще-то, вообще-то, вот сейчас жарища 36 градусов, а я 2 километра как раз по ней прошёл, по этой жаре, но было облачно, и где-то 1,5 километра я прошёл, прекрасное себя чувствую. А потом солнышко выглянуло, я набрался, вернее, организм набрался тепла, и уже не так-то стало хорошо. Итак, я вам сейчас демонстрирую, как я работаю над информацией, брать или не брать. Вот я вам рассказывал о том, что я беру вот такую вот книжечку. Понимаете, мало ли, человек вообще очень доверчивое существо. Вот ему там рассказывают, там, покупайте акции, ещё что-то, а вам только их впаривает. Потому что те, которые впаривают, имеют на этом комиссию. Чем больше они вам её впарят, тем больше им комиссии. А работают эти акции, не работают, их это не интересует. Главное, получить свою комиссию за проданную акцию. Так точно и с информацией. Вот вам сказали, надо пить 20 или 30 грамм воды на килограмм собственного веса. Кстати, я на эту удочку поддался, то есть спрашивали, сколько там, да, вот так вот. А оказывается, оказывается, совсем другое дело, когда мы узнали про водный обмен и всё такое. Итак, вот водный обмен. Что такое водный обмен? Совокупность процесса всасывания воды в желудочно-кишечном канале, её распределение между тканями организма и выделение. Хорошо, знаю. Так, причём я эту статью переработал. Она была там по-своему изложена, я изложил так, чтобы мне было понятно. То есть водный обмен мне ясен. Далее. Общее количество воды в организме. Это было там где-то в середине статьи, я его выделил, поэтому это главное. С чего начинать? Водный обмен, что такое? Далее. О чём мы говорим? Об общем количестве воды в организме. Что содержание воды в организме, вот эта вот таблица знаменита, в зависимости от возраста, зависит от 90 до 55%. Есть, да? Понятно. Далее. Теперь. Общее количество. А теперь распределение воды в организме. Как она распределяется, эта вода? Большая часть воды организма человека содержится внутри клеток, 71%. На них мы особо не можем повлиять. Около 19% находятся в тканях в виде внеклеточной воды, и 10% приходится на долю циркулирующей плазмы. Плазма – это кровь. Жидкая часть крови – это как раз плазма. Лимфы, там, спинномозговые жидкости и других жидкостей. На это даже можем внимания не обращать. Мы в основном на плазму крови и лимфу. Всё, больше нам не надо узнать. Дальше. Внеклеточная вода и приём воды. Вот я ещё выделил для себя. Вот мы, допустим, выпили теперь воду. Куда же эта вода пойдёт? Вот мы выпили, мы думаем, что, согласно рекомендациям, она, наверное, защищает плазму крови, делает её более жидкой. То есть в неё становится больше воды, значит, она становится более жидкой. Так ли это? Изменение содержания воды в тканях после приёма воды или при взаимодействии различных факторов, влияющих на водный обмен, происходит главным образом за счёт свободной вне клеточной воды ткани. То есть она, мы выпили, вода попала в желудочно-кишечный тракт, а тут она всосалась в кровь, и из крови она, оказывается, идёт в воду, которая находится между клетками и между кровью. То есть вот где. Далее, что интересно, депо воды в организме я уже выделяю для себя. Что куда? Сосавшаяся вода быстро поступает из кровяного русла. Это сугубо научная информация. Это не мои домыслы, не мои фантазии. В ткани, причём основной депо для воды является мышцы кожи и печень. Мы думаем растворить жидкость в крови, а оказывается, она из крови поступает в мышцы, в кожу и в печень. И вот в связи с вот этой жарой мы её хлебаем, и она тут же выходит в виде пота. Чем больше хлебаем, тем больше пота. Либо мочи. Ну, в жаркое время пот, в холодное время или в умеренное время это в виде мочи выделяется. Вот и всё. Даже после приёма больших количеств воды, объём циркулирующей плазмы крови возрастает лишь незначительно, не больше чем на 15%. И то лишь на короткое время. Содержание воды в отдельных тканях может меняться в значительных пределах. В каких? В мышцах, в коже, в печени. В остальных нет. Где всасывается вода теперь ещё? Где же она всасывается? Питьевая вода и вода, содержащаяся в пищевых продуктах, всасывается уже в желудке. Основная часть потребляемой воды, общее количество которой не превышает, а кажется, общее количество воды, не превышая литров в сутки, всасывается где-то в тонком кишечнике. При учёте воды, попадающей в кишечник, принимается во внимание обратное всасывание воды, выделяющейся в значительном количестве в кишечник вместе с пищеварительными соками. Почему ещё хочется пить? Вот мы поели, из крови выделяются вот эти все пищеварительные соки, кровь густеет, нам хочется как бы пить. Но она опять тут даже всасывается. То есть немножечко тут подождать надо. Если даже мы принимаем воду в виде там изотонических солевых растворов, всасывание происходит очень быстро. Ну, всасывание, ладно, ладно, всасывание. Хорошо. Так, пищевые источники воды в организме. Следующий я задаю себе вопрос, чтобы вся эта тема мне была понятна. Значит, кроме воды, вводимой тем или иным путём в организм человека, необходимо учитывать воду, образующую в самом организме, в результате окисления различных соединений. На каждые 100 калорий энергии образуется 12 мл воды. И дальше там, от чего что образуется? Едем дальше. Влияние жира в организме на количество воды. Вот есть такая вещь. Я выделил это всё для себя. Большое влияние на содержание воды в организме оказывает количество жира. Чем оно выше, тем меньше содержания воды в организме. То есть, чем вроде как толще человек, тем он, будем говорить, содержание воды в организме уменьшит. Хотя, хотя, при превращении, ну, будем говорить, когда если жир этот будет идти в работу, рассасываться, он будет выделять естественно воду. Вот так, надо было иметь в виду. Водное равновесие. Общее количество воды, выделяемое всеми указанными органами, равно в норме количества воды, вводимого в организм взрослого человека, вследствие чего организм находится в состоянии водного равновесия. То есть, водное равновесие должно быть не более того, что мы заливаем, 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 и думаем, что у нас количество воды больше и больше будет. Кровь у нас разжижается, и, как бы сказать, ткань наполняется водой, и мы, как бы, за счет этого становимся моложе, там, на 10, там, на 20 лет. Ничего подобного. В каждом возрастном этапе свое количество воды. Нам остается лишь поддерживать его уровень. Пошли дальше. Как и чем поддерживается водное равновесие? Вот это очень важно. Это состояние обеспечивается наличием в организме многих систем, регулирующих как прием и выделение воды, так и ее распределение между отдельными тканями и органами. Я уже рассказывал, что мы выпили воды, и мы думаем, думаем, тупо думаем, как нам сказали, она пошла в кровь, разжижила эту кровь, она пошла в ткани организма, значит, там осталась. И, как бы сказать, мы там помолодели, то есть в организме воды стало больше, как у нас это было там лет 10-20 назад. Ничего подобного. Многие системы, регулирующие прием и выделение воды, а также распределение между тканями и органами. То есть, выпив воду, мы сразу нарушаем вот этот вот водный баланс, и начинается у нас вот работа по приведению его опять в норму. Моден, оказывается, что? Это главное. Выведение воды. Выведение происходит через почки, кишечник, кожи, легкий стак. В норме через почки выделяется около 50% воды, через кишечник 5%. Количество воды, выделяемой легкими, может колебаться в широких пределах, в зависимости от температуры, влажности и воздуха, частоты дыхания. Значит, состояние покоя, оно в среднем составляет 13%. Остальная часть воды выделяется кожей. Особенно в жаркое время это все выделяется кожей. Дальше пошли диуретический эффект. Я так для себя вот эти вот все, знаете, фишечки только раз, раз, раз. Само введение в организм более или менее значительных количеств воды, то есть, вот как нам рекомендуют. Вот мы там хлебаем, хлебаем воду примерно, грубо говоря, литр два, там три выпиваем в течение суток. Оказывает диуретическое действие, то есть, выведение ее из организма. В связи с чем больше часа введенной воды удаляется из организма почками в течение двух часов после введения, а в жаркое время через кожу в виде пота. Вот сейчас это происходит. Такой же диуретический эффект оказывает введение гипертонических солевых растворок. То есть, вот говорят, можно не просто воду пить, а чтобы она осталась в организме, значит, соленую воду пить, подсоленую воду пить. Якобы она будет задерживать. Как показывает научное исследование, такой же диуретический эффект оказывает введение гипертонических солевых растворок или увеличение концентрации в крови продуктов обмена белков, мочевин и так далее. Чем объясняется увеличение выделения мочи почками через некоторое время после приема пищи? Ну, в смысле, диуретический эффект этих соединений связан с их рефлекторным влиянием на центральную нервную систему, задействуется центральная нервная система, которая осуществляет контроль над введением воды почками, усиливается и расслабляется секреторная секреция антидиуретического гормона задней доли гипофиза, а также других гормонов, надпочечники щитовидной железы и другие. То есть, видите, мы не просто там что-то там, мы сразу очень сильно, при простым приемом воды влияем на работу нашего организма. Мы его побуждаем трудиться над приведением водного обмена к той норме, в которой ему нужна. То есть, ну, не сдвинем мы, согласно этих, больше, хоть зальемся, хоть выльемся, хоть что угодно сделаем. Нарушение водного обмена, с чем они могут быть, тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, давайте я прочитаю. Нарушение непосредственно с поражением почек в виде в результате расстройства нервно-гуморальной регуляции водного обмена. Может просто возникнуть от переживаний, от эмоциональных переживаний, от потрясений разного рода. Поэтому спокойнее надо себя вести, спокойнее относиться ко всему, рассудительно, что, что информация или ситуация от вас требует. А не просто «А-а-а-а-а-а-а-а-а». И в результате обмен, хоп, нарушился. А попробуй его восстановить. А я знаю. Ну ладно. Так, могут быть следствия нарушения в минеральном обмене, главным образом в натрии и калии, если нарушены эти как-то так. При недостаточной сердечной деятельности уменьшается выделение воды пучками, является следствием нарушения кровообращения, то есть какие факторы. Далее переходим к водному балансу. Следующая статья. Соотношение между количеством поступающим и выделившейся воды в организме человека и животных. Водный баланс имеет тесное отношение к более общему вопросу о водном обмене, составляя определенную часть. И более того, водный обмен, он входит с основной частью в обмен веществ. То есть, произвольно потребляя повышенное количество воды, которое нам рекомендуют, мы тем самым начинаем влиять и на обмен веществ в организме человека. Расстраивая, не нормализуя, а именно расстраивая. Это мои выводы. Важность водного баланса в жизни. Вот я выделяю из этой статьи для себя. Раз. У каждого вида животных существует довольно постоянное процентное содержание воды в тканях тела, что является весьма важным условием для существования и нормальной жизнедеятельности. Нарушение этого постоянства, приемом, произвольным приемом воды, который нам от балды кто-то там порекомендовал, может вызвать значительные изменения в функциональном состоянии организма. Это не я говорю, вот ученые. Сохранение водного баланса на соответствующем уровне является важной стороной общего обмена организма человека и животных. Произвольное заливание в организм воды приводит к тому, что мы начинаем потихонечку расшатывать свой общий обмен веществ в организме. А потом удивляемся, а что это мы тут нездоровы? Ну что это? Откуда это? Ну тут дальше идет суточный приход и расход воды в организме. Так, приход воды. Вот посчитаем, посмотрим приход воды. Суточно приходная часть водного баланса у человека составляет в среднем около 2500 мл. Всего 2,5 литра. Всего. Вода вводится в организм в виде питья при утолении жажда. То есть в виде питья. Раз. Что составляет примерно сколько? 1200 мл. Около 1000 мл поступает с различными продуктами во время питания, оказывается. Входящими в суточный рацион человека, оказывается, учитывается это все. Кроме того, около 300 мл образуется в организме за счет окисления основных питательных веществ. Особенно хорошо, чтобы это были каши, углеводы. Каши. Лучше всего каши. Медленно расщепляясь. Они расщепляются. Каши. На углеводы эти расщепляются. На что? На углекислый газ и на воду. Великолепно. Все остальные вещества пищевые, они уже там будут, грубо говоря, и на это расщепляться, но и добавлять свои там белковые, допустим, остатки или еще какие-то. Кроме того, около 300 мл образуется в организме за счет окисления основных питательных веществ. Еще 300 мл, то есть вот за счет еды получается. Ну и сколько из углеводов там образуется, там белков, жиров и так далее. Далее расход воды. Выделяем вода из организма почками, как основная составная часть мочи, в количестве около 1400 мл в сутки. Скалываем массами 200 мл. В виде водных паров из полости легких около 400 мл. С кожной поверхности в виде пота около 500 мл. Так, основные причины отрицательного баланса, водного баланса, вот о чем мы все говорим, пить или не пить и так далее. Основные причины отрицательного водного баланса является либо недостаточное поступление воды в организм, либо усиленное выведение ее из организма. Ладно, хорошо. Наиболее частой причиной отрицательного водного баланса является недостаточное поступление воды в организм, то есть поступление в количестве огни, покрывающих расходы в течение определенного отрезка времени. Ну и тут вред, который это, другие причины и так далее. И тут пить по мере возникновения жажды, либо смотрим, как мы мочимся. Насколько у нас моча концентрированная, мы начинаем пить несколько больше, в зависимости от возраста и так далее. То есть вот это все это, потребности наши. А не то, что вот хлебайте там 30 грамм на килограмм, собственно, веса воды и к чему-то приведет. Через 2 часа она вся-то выделяется, и только мы ее прогоняем через... Ну ладно. Так, к чему приводит избыточное потребление воды? В физиологических условиях. Вот, вот, ну, как нам рекомендуют. Грубо говоря, я если вешу там, ну, я примерно сейчас 107 килограмм вешу, ну, пускай 130 граммов, значит, на это. То есть 3 литра воды. Вот я хлебаю, помимо того, что я там попил, поел там и еще что-то сделал. В физиологических условиях избыточное введение воды в организм настолько быстро усиливает выделение ее с мочой, чтобы восстановить этот баланс. Что говорить в данном случае о положительном водном балансе, мол, что она задерживается, можно только весьма условно. Это же относится к случаям, когда жидкость водится в больших количеств, из-за их особенно приятного вкуса, либо после соревнования пищи и так далее. К чему приводит? Да к тому, что просто-напросто она выходит из организма. Далее заболевание и водный обмен я для себя еще прошел через все это. Связь водного баланса с обменом веществ, о чем я говорил, водный баланс является одной из сторон. Или одним из показателей водного обмена находится в тесной связи с общим обменом веществ. Поэтому изменение в общем обмене находит отражение в таком показателе, как водный баланс. Или водный баланс отражает на весь этот обмен веществ. Особенно это относится к минеральному обмену. То есть минеральный состав нам очень вообще-то трудно с водой подобрать. И как бы мы его не подобрали, мы все равно его, эту воду, выводим. Который в настоящее время рассматривается в единстве с водным. Следовательно, избыточно или недостаточно содержание отдельных минеральных солей определенным образом сказывается и на водном балансе. Регулирующие воздействия нервной эндокринной системы. О этом я уже говорил, но еще говорю. Вот я для себя вот разбираю. Поддержание нормального водного баланса, а также сохранение его. Его при различных уровнях водного обмена большую часть принадлежит центральной нервной системе с высшими отделами, корой больших полушарий. Значит, под действием вот этих всех факторов, условно-рефлекторных, функция почек может меняться в довольно широких пределах. Все это находится под регулирующим влиянием центральной нервной системы до коры головного мозга, включительно, то есть тут у нас, да? И мы все влияем на подкорку. Надо пить, надо пить, надо пить. Регуляция эта осуществляется в полном единстве с эндокринной системой организма и с процессами, происходящими в отдельных органах и тканей. Еще раз, когда мы выпили воды, мы все это соотношение сбалансированное, которое имеется в организме, изменили. И организм сразу же норовит все это восстановить. Ну и я вот начал работать над водно-солевым обменом, но я еще не прошел эту статью, я просто взял, и просто вначале зачитаю. Совокупность процесса водно-солевой обмен, совокупность процесса поступления воды и солей в организм, распределение их во внутренней среде и выведение. То есть мы еще затрагиваем вот этот солевой обмен, вот этот электролитический обмен, это еще более сложная вещь. И все это должны мы выровнять, где там взять необходимое количество тех или иных, грубо говоря, солей, для того, чтобы все это уравновешивать. Системы регуляции водно-солевого обмена, системы следующие существуют, обеспечивают постоянство суммарной концентрации растворенных частиц ионного состава и кислотно-щелочного равновесия, а также объема и качественного состава жидкости организма. О, все вот этим вот сказано. Мы сразу же влияем на суммарную концентрацию этих растворенных частиц, ее надо привести в норму. Ионный состав надо привести в норму. Кислотно-щелочный равновесие, вот так вот нахлебались с воды, надо привести в норму. А также объем и качественного состава жидкости организма. Причем в каждом органе еще свое, это все. Если сдвинулось, надо все это привести в норму. То есть вот я показал вам, как я работаю над той или иной темой. Соответственно, делаю выводы, соответственно, далее потом все это применяю к самому себе. Ну, как-то так.